всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 10 июня вот наши эти в открытом грунте томаты приобретают такой законченный вид ряды стоят стройными рядами все мы тут пропасынковали подвязали теперь ждем только когда вот эти плоды нальются до тех размеров когда начнется зревание и можно начать заниматься какими-то другими делами кроме томатов вот сегодня у нас по плану надо прополоть морковку я ее посеяла в тот период когда была аномальная жара зашла она плохо обычно много моркови всходит тут даже прореживать не нужно но как вот только начались дожди сразу начала вырастать трава она вся заросла нужно полоть морковку нужно подгребать еще раз картошку которая теперь уже наверное расцвела вот сегодня не ходила я еще не смотрела и еще у меня одно дополнительное занятие теперь будет сейчас покажу какое в этом году впервые в жизни я хочу заняться как бы сказать подкормками из птичьего помета вот этот птичий помет который называется куряк у нас же есть коровяк есть куряк я всегда только перегной покупала пользовалась но в прошлом году я договорилась с одной женщиной ну тот кто смотрит мои видео они уже слышали это этот рассказ что мы поменялись я не вырастила рассады она мне у нее птицы дала в обмен вот этот птичий помет ни разу не пользовалась у меня видите сколько много вот эти мешки 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 изучаю информацию его можно просушить и хранить долгое время можно там добавлять в компостные кучи можно сразу делать настои и поливать вот я теперь буду работать вот с этим куряком какую-то часть я разложу по лоткам по ящичкам в сухом виде на хранение на чердак подниму а какую-то часть буду делать вот сейчас настойки вот эти специально бочку старую выделили и буду подкармливать огурцы томаты ну короче баклажаны все все что есть в огороде все можно этим куряком подкармливать у меня конечно информация пока только теоретическая но я уже прочитала что там есть кроме азота фосфора и калия и мете кобальт и магний ну много 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 чего и что вот эти вот настои куриного помета если применять они могут вполне с успехом заменить дорогостоящие вот эти смеси магазинные удобрения которые минеральные в них есть все макро и микроэлементы но это будет только впереди у меня как раз вот это томатное поле которое помните я говорила что я всех подкормила и дохленьких и средненьких и в теплице а томатное поле оставила и ничем его не подкармливала она как раз у меня пойдет на эксперимент вот подпалив вот этим куриным пометом это новое для меня дело потому что я живу в городской черте в пяти минутах ходьбы от мэрии где мэр сидит ясно что у меня никакого помета здесь в городе нигде не наберешь вот мне посчастливилось на сороковом году огородничество заиметь вот столько много куриного помета теперь я буду использовать его в разных видах когда несколько дней назад посмотрела прогноз и сказала вам что у нас впереди две недели дождей я думала что дожди будут такие как вот некоторые говорят сплошные ливни без просвета ливни и ливни у нас в этом году опять природа как помиловала побаловала и смотрите какая прекрасная погода один день идет дождь другой день солнце сегодня вот будет плюс 24 она и дает нам поработать обработать вот эту влажную почву мы вчера там катя прополола мне несколько рядков я сейчас буду рыхлить вот эти луночки ну короче вот это идеальная как раз та погода когда дожди чередуются с хорошей солнечной погодой огород полился на следующий день тепло хорошо пожалуйста выходи работой делай что хочешь и вот это моё помидорное поле оно на глазах хотя я говорила что я еще ничего не успела с ним сделать пока там плохих отхаживали отпаивали пока там в теплице я обрабатывала здесь мы просто высадили и подвязали ну и вот еще раз оправдываются слова некоторых огородников что иной раз и делать ничего не нужно все растет само собой смотрите какое зеленое огромное поле они прям на глазах как на дрожжах разрастаются и все это конечно благодаря вот такой уникальной погоде этого года то что в теплицах тяжело конечно в такую жару но здесь вот сейчас дождь тепло дождь тепло все растет само собой вообще я в этом году в шоке какая аномалия действительно погода в это время я уже повторюсь что мы обычно каких-то подмороженных все опрыскивали отхаживали чтобы они хорошо росли нынче не подмороженных нет никаких вот прям все томаты загляденье а то еще мороз может быть всего лишь 10 июня у нас все-таки сибирский регион до свидания желаю чтобы на будущий год у кого-то была такая же погода как у нас мне не жалко мы один раз один год как сказать побалдели с такой погодой без заморозков безо всего хотим поделиться пусть за на будущий год к другим перейдет такая погода каждый должен хоть один счастливый год огородника ощутить на себе вот в этом году этот год у нас благодать тепло ни заморозков ничего передаю эстафету кто хочет на будущий год пусть это будет или в красноярске или в мурманске где нибудь другом месте мы привыкши заморозком значит на будущий год пусть у нас будет обычная погода а счастливый год пусть ходит по кругу по всей нашей стране все до свидания желаю всем хорошей погоды хороших урожаев без проблем чтобы делалось все легко и непринужденно не одна зрительница вчера я к сожалению прочитала такой грустный комментарий она написала ольга павловна откуда у вас столько сил мне тоже 60 лет но не охота не выращивать ничего не растений не кошек не собак я не знаю мне конечно это удивительно я написала я просто люблю жизнь во всех ее проявлениях у меня очень много увлечений у меня еще планы на будущее последние годы жизни когда я не смогу работать физически я еще мечтаю писать картины потому что я всю жизнь люблю рисовать я ходила в изо студию я всегда рисовала себе модели одежды и природы закат и рассвет и все а так как жизнь была насыщена сильно работой рисовать конечно было некогда дети тут перестройка тут вот этот вот все это закрытие заводов там поиск денег на хлеб для детей короче было не до рисунков жизнь у нас была такая кто в период перестройки попал с детьми с маленькими знает у меня было двое и рисовать было некогда так у меня еще в планах я хочу заняться рисованием прям купить мольберт краски настоящие все просто у меня очень много хобби очень много увлечений у меня наоборот не хватает меня даже это я люблю и шить и вязать и выращивать и это выращивать растения заниматься животными все 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 а к концу жизни этих вот как сказать увлечений еще больше потому что я же осознаю своими мозгами что времени часики то тикают время все меньше меньше остается охота и это и это это попробовать мне даже некогда задумываться о том что вот ну что то ну короче никаких плохих мыслей не остается время для плохих мыслей только вперед только хорошо только все узнать все попробовать все испытать и вот видите я в этом году счастливый год огородника прожила это прекрасно ладно желаю всем найти какое-нибудь хобби которое вас закрутит завертит понесет вперед вприпрыжку по годам 60 70 80 вы даже не заметите своего возраста я вот ну тоже уже не очень молодая но я в рационально использую свои силы вот сейчас снимаю видеоролик я присела на бачок с водой я считаю что уже сейчас пока говорю отдохнула как только камеру закрою в припрыжку пойду в теплицу вон в ту обрезать лишнюю зелень до свидания